МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Субт над пленными – грубое нарушение международного права. Самое большое в мире природное озеро Каен-Арджавк в Западной Армении номинировано на Книгу рекордов Гиннеса. Телеканал «Западная Армения» представил мемориал «Мать Армения». Девять человек погибли в автокатастрофе в Себастье и Западной Армении. В столетии основание Национальной галереи Армении. Армянский писатель из Алепа, публицист, прозаик, общественный деятель доктор Торос Таранян скончался в Ереване в возрасте 93 лет. Торос Таранян родился в 1928 году в сирийском городе Алепа. Его родители Хачари Вартуи родились в селе Ципин, Айнтаб, Килики, Армения. Таранян – мультижанровый творец. Его книги «Дорога к звездам» 1960 года. «Зелёную букву» 1965 года. «Андалузские песни» 1975 года. «Дорогами ностальгии» 1990 года. «Сказки, рассказанные моим дедушкой» 1992 года. «Пусть говорит Армения» 1998 года. «Через жизнь» 1999 года и другие известные произведения. Он также написал Ваба Исаркис Хачатриан 1983 года. «Свидетель времени» и «Посол будущего» 1990 года. «Андраник Царукян» прозаик и поэт 2000 года. «Абсолютный писатель» Ропер Хаджаджан 2002 года. «Песеды с Горбисом Суриньяном» 2003 года. «Феномен Саймона Симуняна» 2004 года. В 2012 году награжден премией «Медаль Мофса Сухоры нации». Президент Западной Армении, правительство, а также парламент выражают глубочайшие соболезнования родным и близким. Продолжаются строительные работы в новом районе общины Иваняна Арцаха. Об этом Арцах пресс сообщила пресс-секретарь Министерства градостроительства Арцахской республики Марта Даниэлян. По ее словам, уже завершены земляные работы в 5 из 15 домов на 180 квартир. Сейчас они работают над скелетами фундамента. Район, который будет построен по всем современным стандартам, будет иметь паркинг, детскую площадку, спортивную площадку, три павильона, здание, предназначенное для длительного пользования общественного назначения, как торговый зал, автобусную остановку, остановку для общественного транспорта. Также будет предусмотрено внешнее освещение. Общая жилая площадь составляет 16 тысяч квадратных метров. По предварительным данным, район предназначен для наших соотечественников, перемещенных из общины Местагарь-Хадрудского района, сказал наш собеседник. 2 июня в Азербайджане состоялось судебное заседание по уголовному делу о грубом нарушении прав заключенных Армян, Людвига Макарчана и Алеши Хосровяна, которые полностью нарушают международное право, сказал защитник прав человека Республики Армения. Офис защитника прав человека Эра сообщил, что, как видно из видео и фото, опубликованных азербайджанскими источниками, заключенными Людвигом Макарчаном и Алешей Хосровяном в зале сюда обращались гуманно. Мониторинг показал, что эти настроения и публикации были сделаны для того, чтобы причинить дополнительные душевные страдания семьям пленников и создать напряженность в армянском обществе. Все военнослужащие мирные жители армянской стороны, незаконно задержанные в Азербайджане, являются военно-пленными. Они были захвачены во время вооруженного конфликта, и теперь этот конфликт еще не окончен. Более того, власти Азербайджана преследуют армянских пленных на основании их так называемых признательных показаний, подчеркнул армянский омбудсмен. Таким образом, судебные процессы над армянскими пленными, незаконно содержащимися в Азербайджане, полностью противоречат принципам международного права. Грубо нарушают права заключенных и их семей, политизируют гуманитарные вопросы. В районе Альбистан, провинции Мараш, западной Армении, на площади 8,5 гектаров построен природный пруд. Источником крапивы двудомной являются грунтовые воды, из которых вода выходит путем кипячения. Благодаря этой особенности пруд самоочищается без очистных сооружений. Он считается самым большим биологическим прудом в мире. По этому поводу подана заявка в Книгу рекордов Гиннесса. В Альбистане, где берет начало река Джахайн, образовавшаяся в результате утечки воды из-под земли, после двух лет работы муниципалитет построил пруд. Наличие такого природного пруда в Альбистане очень ценно и важно как с точки зрения предоставления возможностей для занятия водными видами спорта, так и с точки зрения комфорта людей в жизни. Согласно Книге рекордов Гиннесса, пруд будет представлен миру. На телевидении Западной Армении уже доступен репортаж о мемориале «Мать Армения», в котором подробно рассказывается о персонажах и лицах, сыгравших решающую роль во время освободительной войны Арцаха. В сообщении особо говорится о детях Западной Армении, посвятивших свою жизнь родине. Командиру 89-й Таманской дивизии Невайру Сафариану, Хукасу Мадояну и другим. Экспонаты музея охватывают эпизоды Арцахской освободительной войны 90-х годов и четырехдневной войны в апреле. В репортаже вы услышите о великих людях, которым удалось переломить ход истории. В провинции Геолова, Себастье, Западной Армении, произошла авария, в результате которой легкие грузовики столкнулись друг с другом. В результате аварии 9 человек погибли и двое получили ранения. После тревоги к месту происшествия выехали машины скорой помощи спасательного отряда. В ходе расследования стало известно, что 9 пассажиров погибли и двое получили ранения. Двое пострадавших были доставлены в больницу на машине скорой помощи. В 1921 году будущий музей изобразительных искусств был основан в двухэтажном туфовом здании мужской гимназии на улице Астафяна, ныне Абовяна в Ереване, которая в 1947 году была переименована в Государственную галерею Армении. А с 1991 года называется Национальной галереей. Это самый большой музей в Армении, на сегодняшний день насчитывающий более 40 тысяч экспонатов, произведенных армянского, русского и европейского искусства. Это самый большой музей в мире из коллекции армянского изобразительного искусства. Нынешнее здание Национальной галереи спроектировал известный архитектор Марк Грикориан. В этом году исполняется 100 лет со дня основания Национальной галереи Армении, которая будет отмечена рядом мероприятий и программ. Будет издан ежегодник Национальной галереи, первый том которого будет посвящен истории отдельных разделов галереи. Послан директора Национальной галереи Мария Акопян, все мероприятия, которые они проводили в этот юбилейный год, имеют следующую цель. Максимально раскрыть историю наших памятников, нашего наследия, нашего богатства. Максимально представить все богатство музея. Далее для вас Нерсэш Нургали, Нурцарик. Субтитры создавал DimaTorzok Полная версия видео доступна на официальном сайте государственного телеканала Западной Армении. А на сегодня все, желаем вам всего хорошего. Продолжение следует...